всем привет сегодня как любят говорить сми говорить сми сейчас начинаем новый проект шутка значит что делаем сегодня мы будем разбирать автомобиль вас 2110 двигатель восьмиклапанный название двигателя 2111 что будем делать будем снимать головку будем вот это все навесное снимать вытаскивать поршня менять кольца если понадобится вытаскивать сам блок цилиндров увозить его на расточку постараюсь все это подробно показать ну естественно опять все назад собирать я не знаю сколько это у меня замет времени но обычно разобрать полтора дня собрать полтора ну и пока если растачивать надо за запчастями съездить ну наверное неделю может полторы недели со всеми так сказать вытекающими вот чем отличается этот движок от других здесь стоит газовое оборудование я не знаю что за оборудование вообще с газом не очень как бы связан ну тем не менее тем не менее придется делать то есть вот снимать здесь 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 перекрывать газ где-то газ сейчас перекрыт данный момент вот этим клапаном скорее всего просто-напросто снять с него фишки клапан который перекрывает газ включается в салоне вот я снял эти фишки значит синяя фишка справа провод синий зеленый провод слева зеленый с черным это уже для себя говорю чтобы когда буду собирать видео просмотрю хоп и поставил здесь вот не очень хорошо прилегает как сказать кожух который закрывает ремень грим ремень грим видно чуть-чуть теперь теперь свечи зажигания катушка одна провода зажигания намотаны вот такие вот намотан проводок скорее всего это сделано для газового оборудования опять же на первый цилиндр это вот примотана конец этого провода на второй цилиндр видимо чтоб не болтался обмотан вот первый цилиндр тоже обмотан вот он прям хорошо вот так именно первый цилиндр провод обмотан сейчас я его все это буду освобождать для того чтобы мне можно было убрать свечки вернее свечные провода с наконечниками катушку короче говоря чтоб не мешал я не мне а потом опять же говорю посмотреть видео все заново собрать ну так автомобиль инжекторный ловушный фильтр характерный свой квадратной формы написано меня через каждые 30 тысяч километров но опять же где ездить это отступление движок уже разбирался уже его делали то есть я не первый его ремонтник компрессия в движках в первом в движках в цилиндрах в первом 8 во втором около 10 в третьем по моему 8 и в четвертом около 9 то есть маловато поэтому решили его делать вот такие вот дела двигатель нужно соблюсти технику безопасности отключить аккумулятор обязательно подложить откатники чтобы машина не ездила под переднее колесо под заднее колесо ну и начать сливать тасол первую очередь потом масло нужно будет слить то есть все жидкости пока это все сливается принципе можно будет начинать разборку вот она защита нужно здесь вот как их правильно две серьги 1 1 болт по моему ключ на 17 2 болт вот это вот что за болт не знаю но что-то что-то держит здесь он уже сварка была какая можно сказать кустарная не промышленная и здесь впереди мне нужно будет открутить здесь вот один болт почему-то сместился не знаю как его наверно там сначала нужно открутить сюда подвинуть чуть-чуть и вот второй болт вот в это отверстие а вот эти отверстия вот эти это для вентиляции чтобы все таки вот видите здесь тоже решеточка чтобы все это когда едет не перегревался мотор зря же его сделали вот без этой защиты я еще раз говорю я бы вот эту защиту с роду не поставил ну конечно если где-то жить в деревне и с разбегу налетать на пни на бугры тогда до защита может может и нужна а с другой стороны если сюда пень прилетит он так вомнет что может где-то бы и не сломалась а так она сломается попробуем откручивать по 17 на 19 ключ вставляю вороток 40 сантиметровой идет но туго как как на всех наших автомобилях еле 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 ну откручу включусь переставил я на трещотку дело побыстрее пошло немножко почистил вы смотрите крутил крутил что-то думаю долго не откручивается гайка а вот там внутри в гайке прокручивается вместе с гайка видите болт поэтому надо с той стороны зажать тем же ключом на 19 а так это его поставил а с этой стороны с этой стороны крутим трещоткой оба ладно все дело пошло вот она год на гайка откручена теперь переходим ко второй гайке гайка гайка была так хорошо хорошо прикипевшие опять я поставил ключ вот этот проем засунуло чтобы с той стороны он наделся на болт и воротком примерно 40 сантиметровом или 400 миллиметров кому как больше нравится вот так вот я его срываю чем длиньше вороток тем легче срывать но длинным не всегда легко подбезть не везде можно подвести вот так потихонечку помаринку крутим смазываю обязательно вы дышкой все равно с ней полегче откручивается кто бы там что не говорил откручивается полегче вот так вот вторая гайка откручена вот посмотрите и впереди я ошибся не вот сюда надо вставлять ключ а вот она где держится защита держится она тут на 2 такая 2 гайки и серьга вот такая вот и с другой стороны также сейчас я побрызгаю это дело в дышкой лучше немножко подожду пусть она проникнет вот и другую сторону точно также за другую сторону вот так понадобится вот такая вот длинная головка потому что шпилька видите торчит как и чтобы можно было крутить и такой вот удлинитель попробую открутить трещот открутить трещоткой пошел достаточно легко но тут грязи наверно поменьше баллонов от колес летит ну все откручиваем в дышка сделала свое дело подожжал минут десять включить когда откручу вот ребятки видите открутил я серьгу с правой стороны то же самое сделал с левой стороны но гаечку одну оставил наживлен на всякий случай вдруг упадет поэтому я сейчас вот сюда вот под это место поставлю свою бушку а здесь буду откручивать и потом всю эту конструкцию защиты туда в зад подам вот сюда вот в зад и она должна должна по идее соскочить сейчас может быть час попробовать и все-таки но вроде должна пойти сейчас там сниму сердце и буду пробовать двигать ну вот видите шайбочки не слетели и защиту не могу сдернуть опа одна шайба слетела куда она улетела непонятно пока куда-то улетела так вторая шайба защита сразу подалась вниз видите какой вид на двигатель открылся на еще были сомнения делать его ли не делать обязательно делать вся коробка в масле и сзади да что ты пыль вот это вот защита сейчас я сюда подопру головой и назад подам вот обошлось без головы теперь я эту защиту убираю вот сюда вот под двигатель под автомобиль так и пусть она тут лежит до конца ремонта мне не мешает вот так вот я думаю я думаю здесь она никому мешать не будет вот он открывается ведь видите коробка в масле где-то что-то бежит еще непонятно вот двигатель вроде бы так ничего но тут тоже все в масле вон смотрите масляный фильтр короче все это в грязи все это надо будет чистить здесь видите что-то вот почему-то коробка вся в масле не могу врубиться откуда она бежит ладно разберемся сейчас наша задача слить тасол вот он кранчик вот он кранчик да что ты под радиатором кстати резиночек нету ну ничего будем ставить искать вот эти все гайки вот эти гайки которые си вот этих серг открутил вот все их постараюсь прикрутить на место как спереди так сзади упала одной рукой неудобно видите все прикрутил на место с левой стороны теперь с правой стороны и теперь то же самое я должен делать сделать сзади для чего а просто тупо чтоб не потерялись вот так вот раз 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 еще подтянул и эту сторону то же самое раз все поддоном или как защитой закончили да ну масло тут капец провода какие-то оторваны от чего непонятно для того чтобы слить тасол с автомобиля вас 2110 нам необходимо первую очередь отключить открутить пробку расширительного бачка герметичную то есть чтобы у нас не получилось эффекта перевернутого стакана когда вакуум создается пробку открутили теперь опускаемся вниз здесь внизу я приготовил тазик такой вот вот такой вот военный тазик вот он и наверху вот это вот пробка радиатора вот она вот для того чтобы ее открутить руками у меня не получилось поэтому я беру плоскогубцы они удобно зараза даже плоскогубцами не подвести наверно придется сверху у нас сверху видите плоскогубцами зажал чуть-чуть сорвал попробуем рукой а нифига у меня вроде пальцы не ребенка тем не менее открутить сложновато будем так говорить опа еще чуть-чуть подниму о пошел 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 теперь надо подставить тазик вот чтобы подставить тазик яма здесь надо обязательно положить вот такую дощечку вот такую подставляем тазик вот так вот все и продолжаем откручивать сверху так так откручиваем откручиваем ну да так ну да ну да так вот так вот так вот вот так вот здесь вот в этом месте снизу еще где-то более более доступно влепили 20 лет или более назад в Польше. Наверное, с дерева так же идет. Практически одна и та же. Да, пробка, конечно, как будто нефтепровод. Так вот придерживаю, чтобы у меня напор этого фотосола не обливал генератор. Или, во всяком случае, меньше обливал. Почему взял тазик, чтобы широкая вот эта вот от тазика, сам тазик широкий, ловил все вот эти брызги. Не могу отойти. Видите? Держу. Подпрыгиваю. Стоп подставил вот так руку. И столько можно держать ее. Напор серьезный. Ну, что поймаю, то масса, так говорится. Проширительный бачок. У него плод прям хороший. Вот этот расширительный бачок подшумливает. Напор хороший. Сейчас он чуть потише стал. Видите? Бежит. Ну-ка снегу посмотрим. Так, так, так. А снега у нас вот что получается. Вот она. Вот она. Ну вот, вроде выливается. Пусть немножко постоит. Еще можно в расширительный бачок дунуть. Чтобы побольше слилось. А то с блока-то он сейчас не сольется. С блока там пробочка должна быть. Это мы еще посмотрим. Так, прошло примерно минут 15-20. Вроде бы, видите, еще подкапывает. Тасол сбежал. Теперь я это сейчас все уберу и попробую найти пробку на блоке. Хотя я примерно знаю, где она. Ну, говорю, попробую. Тасол слит. Пробку заворачиваем назад в радиатор, чтобы она не потерялась. Да. Подлазить-то, конечно. Пробка, с которой сливается тасол с блока цилиндров, находится под катушкой зажигания. И в эту пробку, вон она там видно, и в эту пробку сделан подогреватель двигателя здесь стоит. Вот видите, подогреватель двигателя вот этот. И вот вторая часть, ну, тут два конца. Один входит в этот патрубок. Вот он, патрубок. Идет подогреватель. Наоборот, оттуда выходит. А сюда уже подогретый тасол идет. И в ту пробку. Сейчас я уберу катушку зажигания и доберусь до подогревателя двигателя. Сниму и посмотрим, что он нам покажет. В нем, скорее всего, тасол. Снимаем аккуратненько с высоковольтных проводов вот этот вот провод, который на систему, на газовую систему. Вот он на первый цилиндр. Тут витков, наверное, 10. На втором цилиндре. Один, два, три, четыре, пять, шесть витков. Почему я так считаю витки? Чтобы потом опять все сделать то же самое. Повторюсь, это провод для газового оборудования. Видимо, считывает количество импульсов, чтобы дозировать подачу топлива, я так понимаю. Пока в стороночку. Так, первый, второй, третий, четвертый. Отключаем катушку зажигания. Это даже не катушка зажигания, а модуль зажигания. Потому что там внутри две катушки, ну и, конечно, микросхемы есть какие-то. Сейчас эта катушка крепится на три болта. Вернее, ну да, три шпильки и закрепится гайками. Сейчас эти вот одна гайка. Вот она вторая. И с этой стороны между катушками. Вот здесь вот она. Сейчас я их откручу и сниму. А вообще, можно, наверное, сразу снять вместе с этой подставкой. Вот она. Ладно, сниму отдельно. Дополнительную сложность в разборке этого двигателя. Еще вот этот вот предпусковой подогреватель. Зимний, так сказать. Видите, снежинка нарисована. Вот он крепится одним болтом. Тут ключ, скорее всего, на 17. Сейчас быстренько померяем. Или на 19 опять. Нет, на 17. Сейчас я его откручу и маленько отодвину. Открутил я этот болт. Видите, весь подогреватель. У меня есть видео, как я устанавливал на приору. Блок точно такой же, но только я прикрутил этот подогреватель на три болта сюда. И сам подогреватель на хомут. Ну, там посмотрите, посмотрите. У меня есть плейлист на канале. Там все подробное рассказано, как я ставил подогреватель. Этот подогреватель ставил не я. Вот он. Откручиваем. Сразу сюда на место болт. Такой вот, чтобы не потерялся он. Все, теперь можно даже вот здесь вот открутить. Вот в этом месте открутить хомут. Снять и тасол весь выйдет через вот этот вот. Через вот этот подогреватель. Потому что он сейчас находится под тасолом. Он же не может быть. Он ниже, чем пробка радиатора. Наверное, сейчас так и сделаю. Подкрутил я хомут. Сейчас буду подковыривать и остатки тасола сольются. Я имею в виду, с блока цилиндров сольются остатки тасола. Опять же, ставлю тазик пустой и пытаюсь. Говорю, если у кого нет подогревателя, то вот как по шлангу идешь, вот отсюда видно. Вот. Вот эта вот штука. Вот она. Вот это вот. Это и есть пробка. Здесь заворачивается. Пробка в блок цилиндров. Вот ее надо откручивать. Если у вас есть подогреватель, то можно открутить с подогревателя любой хомут. Можно вот этот хомут. Можно вот этот вот хомут. Но лучше вот этот, потому что он сразу уйдет из блока. И из подогревателя. И у вас польется тасол. Видите, уже капельки. Сейчас камеру выключу, а то боюсь оболью. Вон, видите, отвертку подставил. Тасол пошел. Вот он. Ну подождем, что теперь. Чем облиться, лучше подождать. Сейчас. Пока у меня там тасол бежит, сейчас попробую открутить катушку. Сниму провода. Они мешать будут. Вот так вот. Снимаем их. Высоковольтные провода вытаскиваем. Стороночку. Отворачиваем последнюю гайку. Сейчас будем снимать модуль. Все. Гайки отвернул. Вот там только еще шайбу не убрал. Но не могу ее достать пока. Аккуратненько пытаюсь снять. Так. Подшевеливаем. Все идет. Если бы не вот этот вот шланг подогревателя, он бы сейчас махом слетел. Ну, надо снимать. Вот она шайбочка. Пока сложил вот сюда все. И теперь смело снял модуль зажигания. Вот он. Вот он, красавчик. Убираем его в сторону. А гайки, которые мы открутили вместе с шайбами, опять же, ставлю на свое место. Так. И смотрим. Вот видите. Прикручена у меня. Должна быть прикручена. Но она не прикручена. Прикручена вот эта вот скобка получается на один болт. Вот на этот болт. Он нам мешает. А должен быть еще и вот здесь прикручен. Но он не прикручен. То есть для меня уже его, получается, сдергивали и не прикрутили. Вот видите, чуть-чуть ослабил я один болт. Головка на 13. И все. Под катушку вот эта скобка болтается. Хотя должна быть еще в одном месте, повторяюсь. Такая вот скобочка. подогнутая, надо сказать. А подогнули, видимо, когда ставили подогреватель. Болт, который я открутил, как всегда, на место. Тасол продолжает бежать. Я уже снял катушку. Тасол все продолжает бежать. Ну, пусть еще покапает. Подождем. Пока все внизу вытекает, капает. Что я делаю? Я сейчас, наверное, сниму фильтр. Сниму вот эту вот гофру. Тут у нас останется, видите, газовое оборудование. Сниму тросик. Сниму дроссельную заслонку. Вот. Ну, посмотрим. Нам нужно отсоединить датчик массового расхода воздуха. Вот он. В сторонку открутить. Здесь, по-моему, ключ на 8, если я не ошибаюсь. Ну-ка, попробуем. Да, на 8. Вот. Начиваем гофру. Головкой на 8. Вот этот вот хомут, он такой специфический. Найти точно такой же в магазинах будет сложно. Поэтому его надо беречь. Как бы, зная с других автомобилей. А, да. Гофру сняли. Теперь на нормальных автомобилях, здесь вот, видите, прикручены на болты. А здесь вот должны стоять резиновые вставочки. Один, два и вот там третий. Но тут почему-то прикрутили на болты. Придется откручивать. Вот эти первые два я открутил. Хотя я еще раз говорю, опа, здесь должны быть резинки. А вот заднюю мне мешает аккумулятор. Поэтому я сейчас сниму аккумулятор, подставлю туда ключ на 13 и сверху головкой откручу. Аккумулятор на ладах держит. Вот я клеммы снял. Держит вот такой вот, такая скобочка, перевернутая ключом на 13. Я головку взял, поставил. Сейчас попробую отсоединить. Вон гаечка уже слетела. Чтобы не уронить, я иногда беру пинцеты. Сюда вот сложил пока. Сейчас шайбу возьму. Снимаю. Снимаю, вот она, скобочка. И вытаскиваю сам аккумулятор. Опа! Аккумулятор в стороночку. И теперь у меня свободный доступ к этому болту. Видите? Чтобы снять что-то одно, нужно обязательно. Вот он. Ключ на 13. Сейчас здесь сверху ставлю головку и откручиваю. Так, открутили. Видите? Шайба не подходила, ее вот маленько сточили здесь. Заботливо подложили резиночку. А это же не резинка, а пластик какой-то. Ну и все, корпус фильтра освобожден. Вот он. Опа! Вот он и хомут улетел. Про который я говорю. Я его сейчас наверну вот на эту гофру. Раз уж взялся я за радиатор, наверное, откручиваю сейчас. Сниму здесь хомут. И сниму вот этот хомут. И радиатор вместе вот с этими двумя шлангами. Да, еще, наверное, отсоединю подогреватель. Вот этот вот хомут. И радиатор вместе с этими двумя шлангами вытащу наружу. От радиатора надо будет отключить еще провода, которые питают вентилятор. Вот он. Вот он разъемчик. Видите? Разъем грязный. Сильно не спешит. Ну, сейчас мы его попробуем все-таки разъединить. Вот он, разъем я разъединил. Откручивать здесь радиатор, вот, на самом... Вернее, откручивать шланги на радиатор на самом радиаторе не имеет смысла, потому что неудобно. Поэтому я откручу здесь и здесь. И вытащу вместе со шлангами. Вот этот хомут. Вот этот вот. И этот. И уже снял я, как я показывал, с радиатора фишку. Разрежу. Вот здесь вот. Это шланг. Шланг. Кстати, шланг, наверное, придется снимать вот отсюда еще. С расширительного бачка. Ну, и вытащу радиатор. Тасовый у меня выбежал весь. Поэтому я вот так вот отвертку освободил. А хомут пусть здесь пока остается. Пока трогать его не буду. Так что пусть повисит. Снимаем патрубок, который идет на подогрев. Пусть он пока остается. Прежде чем открутить верхний шланг радиатора, снимем датчик температуры. Здесь вот он перед термостатом. Чтоб не мешал. Для таких работ обязательно необходимы маленькие воротки. То есть не большие такие, а маленького размера. Очень помогают. В том числе и ключи. Где-то подлезть. Вот сейчас бы рожковым ключом я бы замучился здесь подлазить. Ставлю его немножко отодвинул, чтобы потом рукой тянуть. Вот он. Видите как? Сдернул я. Кстати, без герметика. Хорошо держало все. Хомут пусть здесь остается. Чтоб не потерялся. Сейчас будем откручивать этот. То же самое со вторым патрубком, с нижним. Хомут снял. Отодвинул сюда. Подтянул, чтоб не улетел. И снимаем его. Все. Теперь открутим вот здесь вот от расширительного бачка патрубок. И можно будет радиатор в принципе вытаскивать. Открутил хомут. От этого шланга. От этого шланга опустил. И снимаю теперь с расширительного бачка. Помог отверткой. Потому что, если тянуть, можно пластик отломить. Так. Здесь немножко еще будет мешать провод, который идет на подогревать. На обогрев. Все вроде освободили. Пытаемся снять радиатор. Видите, в радиаторе как бы не сливал, все равно маленько тасола осталось. Убираем его в сторонку. Все. Радиатор снят. Можно сказать. Теперь снимаем вот эту гофру. Гофру снимать. Одна сторона уже откручена. Открутим с этой стороны и открутим вот этот вот вентиляционный патруб, который идет с крышки клапанов. Шланги воздушные. Из них ничего не потечет. Сейчас также прикручу этот хомут. Все. Откручиваем теперь вот этот болт. И снимаем гофру. Хомут отпустил. Опа! Гофра. Пошла, родная. Все. В сторонку ее тоже. Теперь отсоединяем вот эти два болта. Головки на 10, сами болты на 6, чтобы убрать тросик газа. Здесь тросик снимается легко. Здесь регулировку никакую не трогаем, потому что заново на место закручу и все встанет как и было. То есть регулировки практически не надо будет делать. Показываю как снимать тросик. Вот так вот. Там прорезь. Просто когда вот эти шланги в натянутом положении саму дроссельную заслонку держать сложно. Вот. И не хватает как бы здесь его маленькая подведу. Когда я ее раскрутил, я ее просто отвел сюда и снял. Снимаем подогрев дроссельной заслонки. Вот эти вот два хомута. От дроссельной заслонки, видите, подогрев идет газового оборудования. Поэтому шланг замененный. Ну а здесь он идет, этот шланг подогрева в тройник, в котором термостат, датчик температуры, ответвление на печку и так далее. Так. Подогрев дроссельной заслонки. По трубкам, по которым идет тасол, снят. Теперь нужно вентиляцию картерных газов снять. Ну и открыть эти вот два шланга. Или, наверное, сниму полностью газовое оборудование, которое здесь установлено. Типа универсальный такой, как сказать, редуктор или что, как правильно назвать. Не знаю, как это называется. Переходник. Снял я шланг вентиляции картерных газов. Хомут наипаршеведший. Начинаешь крутить. Вот эта гаечка, которая внизу квадратная, опускается вниз и все проворачивается. Короче, неудобно. Вот такие хомуты намного удобнее. Продолжаем разборку. Вот верхний болт открутил, который крепит переходник. Нижний начал откручивать, но неудобно подлезть. Сейчас уроню и потеряю. Пришлось поэтому откручивать вот эти два шланга. Это два газовых шланга, которые вот к этому переходнику идут. Вот. Сейчас откручу этот болтик. И там еще с той стороны надо будет как-то подлазить. Вот. Газовым оборудованием, видите, немножко посложнее все делается. А вообще подумал, подумал, что-то он не сильно шевелится. Откручу, наверное, две гайки, которые всю дроссельную заслонку держат. И сниму ее. Потому что шланги уже все откручены. Осталось снять вот датчик дроссельной заслонки. и регулятор холостого хода. И все. Так что не буду я откручивать вот эту фигню переходник. Пусть он остается здесь. Здесь у нас гайки на 13. Они обычно нормально откручиваются. Более-менее легко. Всего лишь две гайки. Поэтому легче мне их открутить, чем сейчас выдумал снимать этот переходник. Открутил я гайки. Теперь вот так вот раз. Не потерять там шайбочки. Немножко отодвинул. Шайбы тоже снял. Внизу вот она. Шайба снял. То есть не сразу сдернул, а немножко подвинул. Шайбы отъехали от самой заслонки. И все. А вот теперь я снимаю датчик дроссельной заслонки и регулятор. Вот они, разъемы. И вот она, сама заслонка. Можно сказать, заслонка в сборе. Сейчас только болтик прикручу на место. Вот этот вот, который переходник держит. И все. Заслонка снята. Теперь начинаем потихоньку отворачивать все, что еще здесь осталось на двигателе. Значит, вот эта вот масса. Это тоже масса. Вот. Будем снимать впускной коллектор. Топливную рампу отворачивать. Отворачивать подачу и обратку топлива. А вот подача газа. Вот он, трубопровод. Даже не знаю. Сейчас, если там начну разбирать, там может побежать, полететь газ. Как его потом будет остановить, непонятно. Поэтому, наверное, надо будет как-то закрыть в багажнике баллон. Сейчас посмотрим. Здесь удобно. Сниму разъем датчика детонации. В сторонку. Ну и нужно слить масло, потому что все равно мне масло придется сливать. Открутил гайку массы. Масса, которая идет у нас на минус аккумулятора. Вот она. Она, наверное, у нас будет здесь болтаться. Мешать никому не будет. Ну и, естественно, второй болт надо будет сейчас откручивать. Потом вот это все подвину. А вот эти патрубки, скорее всего, и снимать даже не буду. Здесь вот масса тоже откручена была. Вот гайку на место. Теперь, чтобы соединить вот этот тройник, где термостат, я уже говорил, ответвление всякие, нужно открутить две гайки. Раз. И вон там еще одну. Это все отойдет и головку уже можно будет снимать. Ну, я ее пока трогать не буду. Мне сейчас нужно слить масло. Для слива масла нам понадобится ключ. Вот. Пробка. Здесь вот под этой кучей грязи находится пробка, которая представляет из себя болт с головкой, скорее всего, на 17. Вот такая вот щетка с очищением. Вот ее кто-то крутил, видите, уже сорвал грани. Ну, естественно, понадобится тазик. Тут я с него тасол сливал, но я его отмыл. Масло все равно будет меняться, поэтому в этот же тазик солью. Но я отмыл его от тасола. Как я и говорил, головкой на 17. Сейчас попробуем воротком вот таким мощным. Идет. Сейчас немножко еще ослаблю и надо будет подставлять, а то побежит масло и может на меня даже побежать. Вот так вот. Поменял я вороток на мощную трещотку. А тут даже от руки уже идет. Сейчас. Поворачиваем вот так. Вот так вот масло побежало. Пробку я отложил в стороночку. И все. Теперь подождать с полчаса, пока масло выбежит. Солью его в тару и пусть оно стоит в сторонке. Перед тем, как снимать впускной коллектор, первым делом откручу подачу и обратку. Для этого мне надо ключи на 17. Два ключа одним держать буду. Шестигранник, который на шланге. А другим буду крутить гайку, которая в этот шестигранник входит. Вот с этих патрубков. Сорвал я вот эту гайку. Вот видите, вот она пошла. Видите, у меня какой ключ есть. Такой обхватывает. Специально для таких гаек. Топливных. Ну и вторую точно так же и сделаю. Один из этих шлангов подача, один обратка. Вот чтобы не перепутать. Я сейчас, наверное, мазну маркером на них. Я, конечно, потом могу и разобраться. Но, тем не менее, лучше мазнуть сразу. Они, видите, одинаковые абсолютно. Вот это у нас, вот это у нас обратка. А вот это подача. Наверное, на обратке сейчас намажу. Для маркеров вот хорошая такая штука. Лак для ногтей сохнет быстро и держится крепко. Вот. Поэтому я сейчас вот на этой трубе намажу и вот здесь. Так. Это я намазал. Тык-тык-тык. Это я намазал обратку. Да. Обратку. Потому что вот этот регулятор давления топлива. Вот она идет. Идет, да. Это обратка красным. Пока лак сохнет, нам нужно открутить от впускного коллектора вот эту гайку, которая держит вот эти два патрубка. Ее все равно откручивать, так как рампу выдасткивать раньше. И снять. И снять вот этот вот вакуумный шланг. Это на регулятор давления топлива идет. Ну, можно попробовать еще снять форсунки. Хотя неудобно их снимать здесь. Но, тем не менее. Оп. Одну сняли. Оп. Вторую сняли. Разъемы форсунок сняты. Самая плохо снималась третья форсунка. Ну, ничего. Подлез. Тут пинцет взял. Короче говоря, снял. Так, теперь нам нужно открутить вот этот болт, который держит топливную рампу. И вот этот. Два болта. А потом... А, еще вот здесь вот открытый болт. И вся эта конструкция должна выйти отсюда. Ну, естественно, перед этим открутив вот эти топливные, которые я перед этим срывал. Вот один. Начал крутить. С него послезали все. Весь лак, потому что через бензин... Через бензин был накрашен, да? Нет, не совсем слез. Ну-ка, сейчас попробуем сдернуть их. Вот один, обратка. Вот второй, подача. Все, в стороночку их вот так. Вот эти болтики, внутренний шестигранник на 5 мм. Вот я подобрал его. Ну, вот этого плеча мне не хватает. Видите, вот такое маленькое плечо. Давлю вот так вот. Опа! Пошел! Надо же! Пошел. Ну, усилие такое приличное. Руку больно стало. Ну, и второй сейчас надо будет. Ну, что-то вот тормознуло. Вот шестигранник идет очень туго. Короче, отломился, скорее всего. Ну, конечно. Видите? Придется мне его высверливать. А вот ничего не делал. Просто крутил. Отломился. Ну, что, один отломился. Пробуем второй откручивать. Ох ты, тяжко! Нет, второй пошел нормально. Вот что ее заставило отломиться. Даже понятия не имею. Прямо идет от руки. Отлично. Ну, так вот бывает. Бывает. Сейчас надо будет шайбочку подобрать. И все-таки открутить вот этот болт. Вот, чтобы потом рампу вытащить. Масло слито. Значит, пробку, которую я откручивал, наживляю на место. Вот так вот. Опять же, чтобы не потерялось. Масло примерно слилось два с половиной литра. Вот, не знаю, почему так мало. Если честно, щуп не вытаскивал, не смотрел. Ну, сейчас продолжаем снимать рампу. Ну, вот он болт. Опа! Даже вместе с шапочкой идет. Вот он болт. Второй болт, который рампу держит. Видите, открутился. Хотя он там в самом конце видно. Вроде как задрал маленько резьбу в алюминии, в дюрале. Вот. Хотя первый сломался. Ключом на 13 отворачиваем крепление вот этих двух трубок, которые идут от топливной рампы. Для того, чтобы нам снять топливную рампу вместе с трубками. Попробуем вручную. Вручную. Забивается все грязью. Откручиваю я этот болт. Потихоньку кручу. От руки так и не идет. А здесь вот, видите, прокладка, которая должна быть мягкой. Она уже превратилась чуть ли не в пластмассу. Вот, видите. Сейчас обязательно запишу это, чтобы купить прокладку. Вот такая вот прокладка. Так. Гайку я эту открутил. Вот сюда пока сложил. Теперь мне нужно что? Теперь мне нужно... Разъемы снял. Повторюсь еще раз. Вот они. Теперь мне нужно... Вот эти вот разъемчики сейчас я уберу. Чтоб они мне не мешали. Так вот. Сторонку убрал. Здесь вот на разъемы есть у нас даже еще разъем. Вот он может, чтобы их отсоединить. Наверное, сейчас я так и сделаю. Так. Вот этот разъем. Вот этот разъем. Ладно, на руку неудобно. Пусть торчит. Сами форсунки. Вот они. Вот одна форсунка. Сейчас подключу здесь. Вот одна форсунка. Вторая. Там третья, четвертая. Они вылазят просто. Там на резинках надо вот эту топливную рампу тащить вверх. Таким образом... Ну, наверное... Наверное, отверточкой как-то буду подковыривать. Тащить вверх. И пойдут вот эти все... Вот это крепление должно вверх пойти, чтобы... Чтобы оно не мешало. Наверное, вот этот еще болтик отпущу, чтобы оно полегче. Ну, как бы... Не жестко стояло на этих двух трубках, а... Подшевеливалось, когда я вверх потащу. И вот я буду сюда, наверное, что-то подламывать. Вот. Не знаю еще. Посмотрим сейчас. Вот, смотрите. Большой отверткой не подлезешь сюда, потому что... Вот. Она упрется. Вот это вот. Утеплитель в этот. Поэтому я взял маленькую отвертку и отворачиваю. Отворачиваю для того, чтобы ослабить вот эти две трубки. А может быть, вообще их сниму. Их, наверное, не надо было откручивать, по большому счету. Я имею в виду вот этот вот. А может и надо. Фиг его знает. Ну вот, видите, стало... О! Стало полегче ходить. А-а-а! Тут у нас... Тут у нас еще одна гайка. Ну, значит, я сейчас откручу вот этот вот болтик. И у меня трубки освободятся. Не снимая вот этого кронштейна, который их поддерживает. А кронштейн придется снять, потому что мне необходимо будет разобрать коллектор. Впускную опять же сюда сложил пока. Вот. И вот они у меня легко ходят. Все. Теперь наша задача вот так вот вверх, вверх тянем. И форсунки вместе с рампой должны вылезти. Видите, я выдернул, выдернул форсунки. А мне одной рукой неудобно было. А выдернул я вот такой, типа, небольшой монтажечкой. Вот такой вот монтажкой. Вот так вот поставил. Вот так вот. И аккуратненько рукой вот так упер их вот сюда эту монтажку. А рукой вот здесь вот так тык-тык-тык. Вон, видите, как вот прыгает она. И теперь мне можно легко ее вытащить. Топливную рампу я имею ввиду. Естественно, аккуратно надо вытаскивать, потому что тут всякие шланги. Вот из-за этой скобки, вот из-за этой форсунки не хотят вылазить. Вот. Конечно, можно каждую форсунку выдернуть еще. Вот эти две форсунки, вот эти две, цепляются. Видите, как они? Слегка цепляются. Хотя все равно должны пойти. Так не бывает. Вот он. Вот он, шланг еще газовый мешает. Вот что мешает. Вот такие дела. Ладно, одной рукой неудобно. Вот смотрите, шланг убрал. И форсунки идут. Вот еще провод какой-то мешает. Что за провод? Сейчас разберемся, что это за провод. А провод, который я тяну, он идет на коленвал, на датчик коленвала. Вот он, этот датчик. Сейчас его надо просто снять и вытащить провод. Так. Как бы сделать, чтобы видно было. Опа. Неудобно одной рукой. Вот он. Вот он сам коленвал, датчик коленвала. А вот провод, я его вытащил. Сейчас пойду наверх и вытяну. Вот этот провод, который мешался. Сейчас я его потихонечку... А, тут еще посвечу. Вот еще этот же провод, пучок идет на датчик давления. Все, снял и потихонечку тащу. Вот он, вот он этот датчик. О, разъем от датчика. Вот он сам провод. Видите? Вот так я его вытаскиваю. Ну, естественно, когда ставить будем, надо будет его затолкать. Так. И вытаскиваем. Продолжаем рампу. Все, вот она наша топливная рампа. Вместе с регулятором давления топлива. Вот он он. Вот. Ну, откладываем ее в сторонку. Сразу хочу сказать, кому вот так вот неудобно вытаскивать, да? Ну, вот как я сейчас вытащил. Ну, я все-таки хотел показать, как это все будет происходить. Вот это, кстати, провод идет к газовому оборудованию. Вот сюда. Как это будет происходить. Поэтому можно было открутить вот этот болт. Вот. И вот здесь вот. Один, два, три, четыре, пять болтов. И снять впускной коллектор. То есть половину впускного коллектора. Может быть, было бы легче снимать. Но я думаю, что и так не сложно. То есть два варианта. Один вариант вот так, как я сейчас показал. А второй вариант. Снять сначала впускной коллектор. Половинку. Он половинница. Сейчас буду снимать, покажу. А потом уже топливную рампу. Ну, мне и так пойдет. Продолжаем. Снимаем впускной коллектор. Да, кстати. Забыл показать. Вот. Сломанный болт. Что он там сломался. Что там его держало в дюралевой головке. Ну, закис, видимо, давно не снимался. Сейчас я впускной коллектор сниму сначала верхнюю часть. Я уже сказал. Шланги вот эти. Это идет на вакуум тормозной. Я уже снял с него хомут. Сам шланг идет туговато. Опять же, подденем ее отверточкой. Шланг уже старенький. Вот так. Откручиваем впускной коллектор. Одна у меня уже гайка откручена. Там еще одна под низом. Так как держит вот этот вот кронштейн, который держит впускные и выпускные трубки с топливной рампы. Сейчас откручем еще одну гайку. Потихонечку. Вот эту. Потом вот эту. И с этой стороны коллектора тоже две гайки. Сейчас вот еще не снял эту фигню. На вакуумный усилитель. На вакуумный усилитель. Вот этот шланг вот он идет. Сюда заходит. И на вакуумный усилитель тормозов. Надо его снять, потому что он будет мешать держать коллектор. Вот зараза откручивается вместе со шпилькой. Ну бывает так. Тоже по-моему со шпилькой идет. Ну надо же. Газовый баллон у этого автомобиля стоит в багажнике. Вот чтобы вы видели. Вот один трубопровод. Второй. Один видимо подача. А другой обратка я так понял. Вот видите по стрелкам. Поэтому я что делаю. Я сейчас замерю вот это расстояние. Посмотрим. Расстояние. И закручу подачу и обратку. Вот смотрите. Замерить особо не получилось. Но видно что один, два, три, четыре, пять витков. Попытаемся закрутить. Ага. Не тут-то было. Вручную не хочет закручиваться. Ладно. Ну вот. Взял плоскогубчики и потихонечку закручиваю. Закрутить надо. А то сейчас там разъединю какой-нибудь шланг и полетит газ. Немножко расшевелил. Немножко расшевелил. Видите. От руки пошел. Вот выпускной шланг. Вернее впускной наоборот. Тут семь этих витков. Не знаю. Тоже придется закрутить. Вернее впрочем. Вернее впрочем. Вернее впрочем.